всем х ребятки с вами как всегда эндрю сегодня мы поиграем с вами бесконечное лето очень долго я не игра в него сейчас взялся за него в общем сегодня мы поиграем пользовательский мод под названием куда мы по куда мы приехали собственно если вам этот мод понравится пишите в комментариях если нет пишите что он вам не понравилось но чтоб я знал что ходить его или нет ну шо ж давайте начнем музыку вообще сделал потише я не знаю просто новая версия бандикам и снимаю на всякий случай мне опять снился сон этот сон нужно всем снятся это нет ничего такого моя история не об этом моя история совсем о другом вот и так сразу прям булочка ровно один год и один день назад мы последний раз пожали руку нашему другу военкомата после попрощается он отправился отдавать долг родине но в общем я короче проверил как идет запись запись идет хорошо в тот день было также темно тогда было примерно 10 часов вечера столько же сейчас ни хрена себе игр ну что он еще не приехал как видишь санек значит мы играем за санка ты шаурму взял да держи это твоя это для жеки мы обещали привести ему шаурму на право на проводы но не получилось так как рядом с инкоматом она не продавалась хотя бы хотя бы сейчас исправить свою ошибку благодарю кстати это игра один из моих лучших друзей с ним как и с джека я знаком с самого детства даже не помню как мы познакомились возможно тот момент мы были еще слишком маленький ничего не понимали веселый позитивный меру ответственность способен подстраиваться под любую ситуацию можно найти общий язык почти с любым человеком широко мысли старается предусмотреть всевозможные последствия своих действий а я всем этим похвастаться не могу я ленивый безответственно и стану ничего делать даже за деньги но вот против желания не пойду если чем-то загорелся то я брошу все и буду делать желаемое даже если это что-то невозможное или не принесет никакой пользы если бы не друзья наверное целыми днями сидел бы дома в интернете не видел дневного света кстати об интернете с тех пор как в шестом классе у меня появился интернет меня затянули игры однако многое мне не нравилось в том виде как он дает разработчик я всегда искал способ изменить все так как хочу так я познакомился с модами на игры которые в скором времени и сам начал делать позже я перешел на сетевые игры открывал свои сервера помогал другим этом деле примерно пять лет я делал это все лишь для удовольствия не получал никакого дохода все изменилось когда я познакомился с рп играми я не знаю как это роллплей наверное игроки всегда хотят быть лучше других они даже готовы за это заплатить имея на руках диплом и профессию наладчик аппаратное программное обеспечение я не нашел в себе работы продолжил держать игровые сервера за счет которых и живу я не один такой интернете я познакомился со многими людьми коллегами по делу почему-то в интернете знакомиться и общаться проще в реальной жизни я плохо завожу разговоры с новыми людьми поэтому большинство знакомств у меня проходят через уже знакомых людей вдобавок ко всему этому можно приписать мою паранойя которая появилась у меня после школы я не боюсь темноты высоты или замкнутых пространств но я вижу угрозу там где ее быть не может однако все это бывает только в тех случаях если я нахожусь в незнакомом месте и если происходит что-то непонятно а если я хоть чуть-чуть выпью то я становлюсь самым обычным человеком нормально разбивающий с мало знакомым человеком и не видящий угроза во всем окружающим вот такой у нас паренек саня саня обычный не программист можно сказать сисадмин мальчик оборудования но в принципе как все не очень сильно общительный кого ждете духи кого ждете духи услышали мы голос где-то со стороны жека приехав на наш родной бандитский район который все в городе официально называют нижние год нижний горкинс а мы первым делом зашли ближайший алка маркет купили крепкие напитки немного закуски собрали всех своих и направились в мой гараж чтоб отметить возвращение друга детства слушая армейские баки мы не заметили как все напитки были допиты а всем хотелось продолжение на такой случай у меня был была припрятана бутылочка коньяка которая достал показал всем присутствующим правда он хранится тут уже очень давно температура в гараже постоянно нестабильная мы с играми вызвались проверить этот многострадание напиток налили пополу стопки посту перелив себя игры санек можно одобряем после наших слов коньяк был налит каждого не пропустив и нас то время пока все будут пить первым и будем пить вторую простив еще 30 минут у меня начало сильно болеть голова силы кончается не захотел спать я был такой не один игорь тоже держался из последних сил не давая себе упасть и закрыть глаза остальные же выглядели лучше но тоже были близки к такому состоянию близки вернее может мы поспешили с одобрением последнего напитка что-то с ним не так сил держаться уже не оставался а потому я сел поудобнее закрыл глаза и отправился в сон всем гараже сплю что самое тут может случиться думал санек но мне кажется это кто так в ухо храпит семян кстати почему мне семян написано в левом верхнем углу я до сих пор не могу понять я знаю где он оказался давайте посмотрим кто эту дрянь включил и кто храпит ё-моё я обосрался из-за какого-то постороннего шума я проснулся а как жарко зря вчера так оделся значит что на утро будет тепло но я не думал что настолько еще руку отлежал блин ну и не могу погодить я уберу наушники просто уж уже болят да ну не храпи блин ухо болит не могу м автобус мы куда-то ехали и не могу этот падла мне в ухо храпит посторонними шумами оказался радио автобусы храп игоря игорь просыпайся приехали ух это закончилось анимацию добавили кстати прикольно куда приехали я хотел тебя это узнать можно я думаю чуть-чуть погромче сделать я думаю храпов игоря больше не будет но здесь у нас песни пионерские ладно вопроса лучше этого сейчас не придумать смысле приехали сколько сейчас время блин что жарко так у меня уже 10 потов сошло а ты посмотри и под то ладно иго реально двигается серьезно анимация бесконечном лете и подожди куда приехали демы мы мне на пары часу надо куда на занесло ни хрена себе у него мобильник есть давайте посмотрим это моторола возможно связь у него ни на каких сим-картах вообще ни хрена не ловит семнадцатая ноль девятая семнадцатый год ну прикольно я решил посмотреть время на телефоне 10 33 на паре ему не скоро еще и связи нет пойду водил спрошу когда он обратно поедет и доедем ли вообще этим маршрутом таком в гараже был нет я уже собрался встать и двинуться в сторону водителя но игры не остановил там нет никого зеркало заднего вида глянь действительно кресло было пустое пошли выйдем и осмотримся мы стали направить в сторону выхода так это лагерь пионер лагерь и тут остановка на этом все больше ничего не ясно на туре добавили тип что-то типа анимации но прикольно кажется заказной автобус на нем нет номера маршрута приехали что теперь делать то ладно еще оборачивается парень что делать либо водилу ждать либо зайти спросить в лагерях есть если там конечно кто-то есть блин я забыл прочитал скорее всего я скорее всего заброшен посмотри на ворота и на дорогу от ворот да ворота еще нормально дорога реально раздолбана на трассе но он точно не заброшен во-первых привезли нас именно сюда во вторых вроде какие-то крики доносятся с лагерем давай покурим для начала может мозги лучше работать будет да давай подойдя кстати кстати стату и пионер мы достали по сигарете закурили начали переваривать все происходящее какой-то лагерь автобус без номера еще и голова болит после вчерашнего это все похоже на какой-то развод да и не люблю я лагеря не слишком удачный опыт у меня был с ними игр когда-то ездил на десятидневную смену в какой-то лагерь у него там было весело речка тарзанка развлечения отдыхе их еще и снимали там все 10 дней по записям я и понял что было там довольно весело потом я захотел попасть лагеря но попал я просто попал к речке даже близко не подпускали кормили плохо каждый вечер была дискотека которая всем надоел уже на третий день днем тихий час заставляет спать под одеялом хотя на улице было 35 градусов то ладно блин днем кто спит днем я я вчера спал днем потому что сильно устал так я в обычное время не сплю тупость а кстати там пионерский дима на горает смена была 21 день я продержался лишь лишь 7 подписав нужные бумаги и меня забрали домой с тех пор я любой лагерь обходил стороной зато до и после лагеря был санаторий где был намного интереснее хорошая еда никакого тюремного контроля развлечения хорошие люди вообще все было хорошо ага глянь на статуя перебил мои мысли игорь что там бутылка подожди я вроде с каким-то пакетом проснулся сейчас вернусь вот то что надо хотя откуда мы же вчера допили но тут именно то что вчера ворота скрипаны что-то я задумался я быстро просто на выход славей я правильно угадал сейчас будет славя а это кто смотрите славя я просто вам говорю да она всегда всех встречает она уже столько повидала так сейчас нам поближе сесть столько повидал уже на пред ребята у должно быть новенькие только приехали сильно же опоздали да и выглядеть неважно с вами все в порядке отходу да я снижа гопинска ехать два дня жарко бы очень возможно перегрелись ворами перебил меня игорь мы хотели сказать что это отходяк красава два дня звучит немного неправдоподобно это оправдание звучит лучше чем недоговоренное майор может момент пункт сразу зайти а потом я отведу вас к вожатой она поселит вот она сама должна была вас встретить но там двое ребят что-то натворили сейчас решается вопрос об их исключении отправки домой какая вожатая куда поселить вожатая нашего отряда и ольга дмитрина зовут я не знаю куда вас поселить но скорее всего на место тех двух ребят других мест рулет что происходит а минимум года на 3-4 старого для лагеря по лицу игоря тоже было видно что он спокоен ну или просто спокойнее меня игоря игорь игорь и вообще покер походу у меня у меня же началась паника кстати он как-то моложе выгод либо у меня что-то со зрением хорошо пошли сначала метку я бы не хотел ну ладно ну что совенок раздвигай ворота мы входим в тебя санек с южи си марком попался все сани си марком все сами все сразу за воротами увидели какое-то здание подписанной клубы не знаю что там за клуба но моем лагерь потом здание был медпункт из-за чего я подумал что мы уже пришли девочка которая вела нас спрашивала что-то по да про дорогу как мы добрались какие планы и так далее рассказал немного себе о том что я за славя что полный не соляна но что мы и так заживали мы старались отвечать довольно коротко так как боялись сказать что-то лишнее ну или я боялся игр просто отвечал коротко вот мы и пришли это медпункт да а что же еще моем лагере так выглядят домики где мы жили там было четыре комнаты две для девочек две для мальчиков каждой комнате по 8 кроватей видимо тут все живут тех мелких домиках которые мы проходили по пути сюда заходите а там же виола или это вы здесь но где же еще могу быть славян из соседней комнаты донесся голосами с ним вышел довольно интересная женщина может мы не обратим внимание на внешность славе за своего состояния но тут просто невозможно пропустить все детали медсестры начинать ее формы заканчивая глазами Санек и Игорь здрасте тут новеньким новеньким нужна помощь после весело проведенного времени А наверное да они наверно весело время провели еба О, кстати, виола покраснела Игорь смущен, ну ладно Виола сразу вот людей видит тупо насквозь Ладно, крепкая дорога была Неужели на нас написано, что с нами? Славян, ты свобода, можешь идти Но мне еще надо их отвезти к... Давайте сохранимся Не, я наверно буду подольше этот мод проходить Потому что реально интересный такой Где-нибудь вот здесь Нет, вот здесь день седьмой Здесь сохранимся Не, это серьезно, это весело Я надеюсь, что у меня сейчас игра не зависла Надо отвезти к... Я сама их отведу, думаю, у тебя и без этого делаюсь, верно? Да, есть, хорошо Я пошла, поправляйтесь Супер, я не могу, я... Он с Игоря офигевает Не, ну серьезно, он такой стоит, думаю, что за херня творится Игорь, на... Минералочки Не могу, блин Короче, я так... Она их сразу раскузила Она поняла, что у них вечерочек был еще тот Короче, они бухнули немного Минералочки Чувствую, что от этой женщины будет сложно что-то скрыть Было бы неплохо Ой, я о том же Держите, пионеры Пионеры, какие мы пионеры Спасибо, спасибо, Виолетта Зайти меня просто, Виола Как скажете А что у вас в пакете? Я уже забыл, что в руках все это время был пакет с выпекой Посмотрел на Игоря, но не знал, что в нем Пославил встретил нас раньше И поэтому эту тайну Там вещи А посмотреть можно? Не знаю, что меня заставило так поступить Я раскрыл пакеты паротинового Виоли Ясно все с вами, пионеры Вы же понимаете, что я должна забрать у вас вещи Окей Не, я просто не могу Боже, я уже не ребенок Я сам решаю, что и когда и кому отдавать Или не отдавать, но на чужой и неизвестной территории Я чувствовал себя неуверенно Как студент с кучей прогулов и долгов Которого за любое лишнее слово перестанут терпеть и отчисленным С на этом лицом я передал пакет и все его содержимое в руки медсестры Подождите, это же наши Почему мы должны отдавать его вам? Потому что на территории лагеря спиртное запрещено Да и вам еще рано Пакет с пивом Она подошла к холодильнику Куда? Блин Она подошла к холодильнику и положила в него пакет Правильно, пивоко должно быть охлажденным Сука Ладно, я не могу, я просто Сейчас слегка в шоке Я не думал, что это будет трэш мод Но это трэш мод, походу Пакет я дам вожатой и скажу, что нашла Что с ним будет потом, зависит только от вас В смысле? Так она может отдать его? Зависит от нас Если она его вожатой передаст, то честным способом мы назад его не получим И она намекает на нечестный Если да, то зачем? Не хочет отдавать нас или не хочет портить настроение вожатой И для нее это все игра и просто интересный результат Кажется, Игорь понял ход ее мыслями И перегнулся, молча кинули ей знак согласия Пока что выпейте это Она протянула каждому по одной таблетке У покупки я не видел, а по вкусу почти все таблетки похожи Для меня осталась загадка, что я только что выпил Идем, пионер, разведу вас кважата Она вам найдет свободные места Когда мы приблизились к треугольному зеленому домику, зарастающего сиренем Мы услышали разгневные крики из него Мерзавцы, да нет, в этот лагерь больше никогда не попадут Я их лично не пущу сюда Ладно Будут лишь сужить, если все же приедут Да ладно, Виола Фу, она умеет ходить Виол не обратил на это внимание и постучал в дверь Кого там еще принесло? Оля оттенок пионеров привела Дышите носом А за чего это она сказала? Тихо сказала нам Виола, после чего... Аааа, я понял, причем Они же типа того Ну, вы поняли, да? Тихо сказала нам Виола, после чего зашла в домик и жестно позвала нас с собой Вы, парни, не палитесь, постарайтесь Блин, а когда Ольга Дмитриевна зла не очень хорошо Вожата уже хотела что-то сказать, но Виола ее основным начала доносить свою мысль Прежде чем ты начнешь им зачитывать свою пресную речь и лекцию о важности быть настоящим пионером Посели их и да отдохнуть Они плохо принесли поездку нуждаясь в спокойствии Плохо, а что случилось? Мыиии Хе-хе Долгая дорога, они наверное мало спали Утомление, нехватка сил, высокое давление, склонность к стрессовому состоянию А еще зубная диарея и расстройство пяточек Ну конечно Виола даже одного слова не давала вставить Это уже не первый раз в медпункте она тоже не давала говорить славе Перебивая ее, договаривая оборванную мысль немного в измененном виде Ладно, ваш домик первый заселяйте, сегодня не буду вас беспокоить Только не пропустите обед, вам обязательно надо поесть после дороги Как услышите горно, отправляйте в столовую Карта ключ от домика О, так предметы вылазят Вот вам ключи и карта, по которой найдете свой домик и столовый Отдыхайте Извините, а как вас звать? Нам же слава уже горилла Которую я уже забыл Ольга Дмитриевна, если вы еще не знаете, то я вожатая вашего отряда Так, а вы... Кто из вас Игорь Дрожжин? Я А ты Саша Шутин, да? Так точно, товарищ вожатая Вольно На сегодня Свободно А завтра начнем делать из вас образцов пионеров Так точно, товарищ вожатая Ты либо в армии? Да я не знаю, просто как пионеры отвечать должны Ээээ Так, ладно Это Сейчас неважно, что тут происходит Почему У нас тут знают Приняли заселить в какой-то первый домик Где наши, почему тут Только мы двое Да хотят… Пузо втягивает Рядом уже Никого красоваться не пей Су Ладно Саня, блин, худей Аах Я его и не втягиваю его нет смысле а блин и такое ощущение что я за себя беспокоюсь чуть-чуть есть надо ходить ага где же она а правда где она я конечно рад что она пропала но это же не нормально не знаю его просто нет да и вообще я как-то иначе я чувство словно чужом теле или своем но более молодом так ты будешь более молодым ты тоже так мы тут как два идиота стоим и несем бред бред пошли в домик там уж поговорим на где карта а где он карту тебя посмотри о нашел пошли административный корпус генда площадь души душевная котел общие кружки мж мужской музыкальный кружок ну короче все как то пойдем хотя путыкиваться не нужно да ладно это какой-то другой домик сохранимся я ничего не буду говорить во время сохранения то что мало ли может игра виснет пока сохранять так все зашибись да ну почему именно синий уже надоел тот свет ладно окей за игорь синий нам сюда видимо да с карты все сходится тогда открывай блин хорошая анимация жить можно ты тут жить собрался да почему нет тебе же на пары надо ой пропущу деньги первый раз уже хорошо тебя мне срочно нужен комп или хотя бы интернет на телефоне да а солнечных батарей у него нету да ладно тогда я спать голова все еще болит надо отдохнуть моя кровать справа он подошел кровать и кинул на нее свою толстовку а какая разница были у него и футболка синяя слева солнце утром светить будет и постоянно рано просыпаешь тебе пофиг будет когда на море были мы же когда обеда отсыпались а ты всем утра уже бич пакеты точила за той ночью сидел дома и сочевал пока мы с девками гуляли все 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 окей понял я спать да я пойду пройдусь кровать то скрипнула пару раз о пошли часы прикольно папа 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 саня вставай обед саня вставай ты обоснал просыпайся горн уже был саня сервера упали поднимай скорее что какие сервера твои народ жалуется очнулся откуда ты знаешь что они упали отверблю не знаю что там сейчас ними скорее всего их вообще нет не понял не вставай ты сейчас охереешь угадай кого сейчас год мы мы что проспали 2017 год сказали это не серьезно так как не понял к чему он клонит короче либо нас хорошо разводит либо мы в совок попали ясно я серьезно сейчас 1989 год 89 я не знаю как так но это правда я спала пару лет снова в рашке был он серьезно или шутит так ладно откуда такая инфа узнал от местных пока ты спал и что же ты узнал слушай дело было так черта хороших хорошо авторы сделали мод такой знаете ну ладно вышел я из домика и решил прогуляться посмотреть что тут встретил двух девчонок одна мелкая как ты одна мелкая простите за мат и конечно есть одна мелкая как ты любишь старая постарше но по норм сиськи норм лицом тоже вышло не стала терять момент решил подойти по знаку и девчонки подождите чего хотел познакомиться мы с другом только сегодня приехали а игоря вас как звать алиса ульяна очень приятно слушать а далеко отсюда до ниже гопинска так куда я сначала не понял ее вопроса неужели она про наш район не слышал никогда кажется мы в другом городе решил просто спросить где мы находимся просто другой город вполне возможен мой батя когда-то по пьяни с друзьями поехал на речку обвал в анапу он также у прохожих спрашивал про дорогу его не понимали а не важно где мы сейчас находимся а то мы всю дорогу проспали даже не знаю куда заехали и это он спрашивал не перебивай совенки ты либо не видел название на воротах приходе что-то в тупик начал заходить решил сменить тему видео ладно забыли номерок можно узнать мы может еще пересечемся 23 но мы гостей не любим так мелко иди пока я тебя под догоню потом у ребят нереально нравится этот мод он такой смешной мне мне например прикольно алиса взяла отправила ульяна типа ну иди иди ища ну алис иди говорю 23 не понял но номер домика мне не могу я просто сейчас они а между номер телефона телефона у нас дома нет телефона я про мобильный какой я опять не понял почему она мне не понимает а забудь можешь потом расскажу о чем не вечером может ходим куда о как разогнался куда ты тут идти собрался не знаю я же первый день тут уверена что тут есть что-то интересное тупо тупо взяла ульяна отправила типа иди иди тут взрослый разговаривает на посмотрим она пошла дальше и остался без ответа решил сходить мистеря наверняка скажет больше виола уже вернулся пионер как себя чувствуешь спасибо хорошо вас вот что хотел спросить я еще не знал что спросить но случайно обратил внимание на календарь на стене 1908 6 год пионеры созводить что-то там овощи я а тот календарь календарь на стене старый он уже четвертый год висит 4 года сейчас 89 я понятно почему алиса не поняла когда я против он спрашивал спасибо я пойду ты же не ради календара и заходят нет я мне уже ничего не нужно история 8 из 10 ситуации 4 из 10 паника 12 из 10 хороший коньяк оказался если бы выпили больше вообще к вам он там попали бы ну кстати да вот если вдруг захотите выпить друзьями там осторожнее мало ли может вас может попадете 86 может еще раньше это еще не все я на обратном пути к вожатой зашел а сколько мы тут еще будем смена через восемь дней закончится почти две недели пропустили кстати наш пакет уже у нее что-то не до пакета сейчас хотя в такую стрессу ситуация бы с удовольствием выпил так сейчас обед она наверняка ушла можем забрать а пожрать успеем обед только начался вся стала должна быть забита пусть разойдется потом пойдем вставай пошли забирать свое не уже не знаю сколько я снимаю ребят но мне пофиг весело просто читать это не уверен что это наши мы вчера все выпили у нас ничего не осталось подожди пакет был с нами да значит мы за него отвечаем и только нам решать кого будет залито его содержимое золотые слова ой блин я и каю опять это музыка сначала постучись вдруг она тут и что я скажу на что угодно пререкарте потерял где столовая окей чисто пошли закрыто давай через окно скажи сначала где пакет стоит чтоб я долго не искал под окном какой из них а вот он вижу обе забираю пока никого нет пакет с пивком уже забрал вылезая отнесем пойдем столовку пошли уже пока никто не нарисовался жди я занесу если что я себе подкрать поставил за какой-то сумкой хорошо осталось найти столовую собственно столовая вот погнали запах идет отсюда значит мы на верном пути игра виснет дико да ладно вы серьезно я думаю все же уйдут к этому времени пока ты в разведчика играл ты узнал процесс получения еды опаздывайте на прием пищи мы впервые лагерь где тут еду взять подходите с подносом к окну раздачи спасибо выполнив инструкцию вожата мы получили свою порцию нача осматрив стала на наличие двух свободных мест за одним столом уже много пионеров успели пообедать и уйти так что мест было достаточно за каждым столом было лишь по одному свободно блин с бабами свободных мест нет идем к пацанам сядем познакомимся хоть пошли о господа тунеядцы здорово пацаны не занято нет садитесь новенький как звать игорь саня тоже саня назовите шуриком серьезно а я серега назовите электроника но шуриком все ясно почути электроников электронику увлекать я тоже детстве увлекался с пяти лет вместо игрушек держал руках паяльник и провода а я на электрика учи хочу пойти учиться о да вы просто обязаны ступить наш кружок никому ничего не обязан какой кружок кружок кибернетики мы там робота делал хотим успеть закончить концу смены насчет ступить не знаем заглянуть можем вступайте не пожалеете заходите вечером примерно за час до отбоя насколько отбой в 10 хорошо в 9 зайдем отлично мы пойдем поздновато вы пришли поговорили бы еще приятно аппетита спасибо мы зачем мы к ним пойдем у нас розетки в домике нет и не тупи сейчас контакт наладим попросим запилить нам устала розетку телефон еще как-то заряжать надо кому ты звонить собрался а блин музыка же мы сейчас можем и все может и в совке на прибыли с будущего телефон у нас уже давно не используется по назначению а у тебя зарядник есть у тебя есть браслете в чем лежит бар сетки у меня там много чего лежит и большая часть ненужный хлам зарядник установочная флешка с виндой куча разных файлов две пачки сигарет снимать пневматический пистолет с тремя запасными баллончиками газа ключ от гаража и паспорт с карты и правами алё пневматический пистолет с тремя запасным баллончиками это это что-то да короче за себя он постоять сможет что из всего этого мне может пригодиться в совке понимать у меня был с собой почти всегда так так как живем рядом с леса мы часто ходим по стать по бумажным мишеням я все да и да и пошли пивка для рывка и начнем изучать территории пошли дом милый дом надо было его на на ключ его закрыть когда уходить блин какой же ты пара параноик у нас тут брать нечего ладно давай доставай буквишку сейчас глянь еще карту нашел карту сокровищ возможно посмотри какая-то она что это за лес банька парилка кто-то да доволец оленька вау оленька неплохо нарисовано как его зовут джерри хер крестик 13 карта много повидавших о смотри давал 7 смысл 7 а кто-то может быть седьмой доме где-то из окна виден окей надо будет познакомиться давай дальше что там еще не факт что вся инфа тут актуальна карта могла давно валяться так давай проверим актуальность по всем остальным отметкам админ корпус где медпункт сиськи крестик и пункт такой такой вожатая такая такая даже знать не хочу смысле будка ладно черт не пошли так осмотримся подожди тут банька из давай с нее начнем даже баня есть а ты жаловаться от и жаловаться на это место не жаловаться паниковал пошли заценик ни хрена себе у них там баньку отметил отметить надо было идти напрямую через лес там есть кто-то в лесу в бане хочешь взглянуть можно подумать что ты что ты не хочешь так что же мы стоим давай первый мать твою их тут даже 2 были но хотя бы добавили 18 плюсом и на том спасибо она вроде не русская баб ну да отлично теперь я могу глянуть подожди ты меня первым пустил что вдруг на пацанов напороться лишнюю не увидеть ага более на я про пацанов не подумал игре приставился рядом тоже заглянула окошко бань я рыжий узнает алиса 2 впервые вижу теперь ты узнал рыжий получше я бы еще и славе глянул бать или вожатую смесь строить увы но их тут нет интересно еще такие девчонки из лагеря надеюсь тогда мне будет пофиг как и зачем я сюда попал надо сводки пригодится у него android кстати да готова скинь потом окей смысле идея понимать собой нет его под подушку кину блин хотел предложить напугать их они тебя не знают еще ты многих на выходе встретить ты мог их на выходе встретить и крикнуть руки вверх юбки вниз плохая идея плохая идея плохая идея не готова ну ладно и пофиг могу добежать через лес короче этот мод будет еще обновляться то две минуты всего постовку еще свое накиним что прикрыть себя полностью это такой лютый трэш просто окей я быстро так ствол есть толстовка есть что еще надо вроде бы все блин где-то я свернул неправильно назад две минуты ну две туда две обратно время на сборы и я еще заблудился немного они еще не вышли вытираются давай быстрее к входу накинь капюшон и что немного боков понял я пошел дебил чувство себя идиотом да хорошо все норм готовься иду руки вверх юбки вниз работает мохнатый спецназ чего что за хрень я сказал а а-а-а-а пионерка на не те кто то да с японского боже мой они забежали обратно в баню и закрылись на нити что это на японском кажется она в бога поверил кажется мы палку перегнули я не думал что не так испугается плохая идея оказалась и что дальше делать алиса это я игорь мы просто хотели саньком пошутить не бойтесь за дверью послышать голоса алис мы просто пошутили девчонки мы правда не думаю что вы так испугаетесь вообще не думаете теперь будут обиду нас держать до конца смены на 2 просто эти тебя они не знают о меня они не догадались бы кто это был что сделан того и нет 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 саня берегись ауч саня что ты делаешь тишина темнота никаких чувств об этом месте много не рассказать настолько что ударила я слеп блин игра зависла 5 я слеп я еще жив где я нет сохраняясь пока не будет душу наполнять страх когда находит темноте очень плохо видишь на данной ситуации еще хуже ведь я совсем ничего не могу видеть сонная пустоте однако страха не чаю как не чай всего стального попал под ногами собственное тело воздух всего этого нет я не просто кажется через некоторое время и глаза начали различать какие-то силуэты зрение оказалось порядке нужно было лишь привыкнуть темноте аууууууууууууууууууууууууууууууть есть кто это что такое заброшу лагеря не услышал своих собственных слов как и не почувствовал их произношение возможно не будет скажем лишь моих мыслях темнота меня не радовалась тех пор как я начал видеть я чувствовал панику которая с каждой секунды охвата мне все сильнее я достал скрывать свой телефон надеюсь включить на него фонарик и хоть немного светить место полю алё вы чё какие в жопу скримеры ну-ка стоп досталось карман на телевход они освещают тут скример да а а ты чего орешь медсестра сидела рядом не урожай никаких эмоций игорь и алиса стояли стороне были сильно пуганы моим криком кошмары я пытался и ответить но у меня ничего не вышло руки трясутся дает туман я мало понимал все происходящее они бывают причерепно мозговых травмах травмах я хотел стать еще не знаю зачем но игорь быстро подскочил ко мне остановил лежи куда ты собрался я мне надо никуда тебе не надо тебе лежать надо с травмой головы у меня у него нет никакой травм как нет вы же только что сказали про я сказал про кошмары про наличие у него какие-то травмы ничего не говорил зачем про них бы надо было говорить мы тут зря перепугались кто виноват в этом он полном порядке но кошмары могут повториться и нужно повышать на меня голос так что со мной жить буду сколько раз ты спрашивал это за всю жизнь конечно ты будешь жить после падения было и хуже падение я примерно вспомнил последний события как ходе которых мы неудачно разыграли девок я получил тазиком по голове деревянным но никакого падения не помню ты хоть что-то помнишь как меня зовут где мы за мной следит пыль так я часто шутку преувеличивал свою паранойю даты в полном порядке в общем слушай если вдруг ты не помнишь мы сегодня осмотрю лагерь нашу нашли банят и ухода поскользнулся на мокром и упал удавшийся головой о пол подскользнулся на мокром да ну ладно а долго мне тут находиться елла где ты где сегодня тут пакет нашла о боже что с вами опять случилось все хорошо просто у санька голова немного заболел а шишка на лбу откуда ну голова же алиса за ушла не просто так болит он подскользнулся упал не первый раз уже ничего страшного пионер из это уже пришел себя и хорошо себя чувствовать что театр тут он держит пошли и расскажу true story ты помнишь как все было на самом деле на самом деле то есть то что ты рассказывал там неправда конечно неправда я же не мог примесить сказать что ты махал пистолетом и тебя грели тазик я уже начал думать что мне память ошибло так не помнила ничего из своего рассказа алиса на эмоциях тебя убрать попыталась она не знала что ствол не огнестрела не травма когда поняла что натворила не на шутку припугалась пыталась вернуть тебя в сознании хвоста то я вроде мика зовут и говорила так ему и надо заслужил после чего мы просто просто убежала пытаясь алис с собой забрать я зовут мику ты кусаешься что ну на людей бросаешься блин ты о чем просто скажи далее нет нет алиса не кусается подходи ближе на просто позвать ее нельзя было и сам удачное знакомство у нас вышло тогда ужина еще два часа и сейчас идем к нам и давайте немного отойдем от медпункта идем к нам и по бутылочке пикка за знакомство и примере я листы будешь алис хватит молчать что было то было ничего же не исправить да я и сам виноват считаю что ты меня просто наказала за плохой поведение плохая идея была так стоп плохая идея так ведь не моя идея была я ему по голове уже настучала за это выбор из него все эти дурные затеи ага еще не ясно кому досталось больше идиот тебе я просто стучал по той дурной голове а его чуть не убило до его ничего не убьет уже сколько раз пытались на этот раз я был близок я был даже там показал пальцем вверх правда там никого нет поэтому я вернулся сюда это как же ты возвращался что так сильно рад без парашюта прыгал а если наверно тяжело нас слушать мы любим сарказм вред это сильно помогает плещать все богу так вам закрыть тему алис идешь с нами почему бы и нет в слое берлога нет отпечатки или ошибки как вы могли подумать слово получилось при искрещении слов мир и берлога окей мир то есть пивной домик хорошо хорошо устроили блин сразу первый день сразу бухаем по черному просто дрыск чтоб 5 не чувствую о все уже даже готова мы мы же убрать забыли перед ходом открывай окно покурим день был даже немного даже нужно слово подорвать не могу хотя много еще а то я много скурил пока ты был того я проверил свою пачку в открытой примерно половина еще закрытый я протянул сигарету держи благодарю а мне можно дать на замен попросить хотел выразить свое удивление тем что алис хочет покурить но на последнее время выглядит сам грустно что на планете а мне это хотел спирать так что я решил воспользоваться и просьбы можно при одном условии улыбнись тебе не идет грусть на лице вот так намного лучше слабенькая улыбка но я все же протянули сигареты как ли за выполненное задание спасибо приглашай всех за стол это чё два часа да где-то я лучше вообще не подходить а нас так тихо такая сама постоянно с собой нож таскает это лена если что-то не понравится на либо это что то уберет либо сама уйдет то есть если бы в бане была она вместо тебя мы меня могли там встречи не отпустить я снова показал пальцем вверх могли твоя игрушка и и не остановила бы игрушка обидно кстати игрушки держи пришлось с собой носить его пустого фиаско он портил мне мой пистолет благодарю немного не успели остаться и допить ты куда спешишь сидим допиваем потом там может еще вожатки обратно пакет занести только уже с пустым бутылкой хорошая идея мой дорогой друг я вас полностью поддерживаю а это было это все все было ее нет наше просто его любезно передала и этот пакет на сохранение не сказав чем а мы просто забрали свое опять же не сказав и и чтоб она не думала что исправилась с задачей мы в нем пакет на место это успокоит то есть успокоит ее души и нет это ее да мы поняли говорю все что думаю но вот думаю как зря немного осталось давай курнем на дорожка протяну каждому по сигарете 3 осталось надо надо экономить каким-то его ему пачку за неделю не растет можешь попробовать найти новое где наверняка кто-то из пионеров привозил с собой если кого-то видеть сигарету наказал забирает пачку если их не укидут а куда-то а прибирает можно идти знать бы только где искать вожатые в домике если наш пакет у нее стоял значит сиди там должны быть вожатый но ведь отрядов несколько значит и вожатых несколько у нашей может не быть так остальным эти опасны отрядов несколько наш самый старший не думаю что мелких могло быть что-то такое собой как их родители собрали так они и поехали и что мы итоге имеем наиболее вероятное место хранения контрабанды домик нашего жадкой но под проникновение уже имеем сначала смены прошло уже две недели ничего не выкинул сразу значит пишет некуда иначе можно даже не пытаться если мы каждый раз будем опаздывать столовку и уважатой в домике будут просить изменения а происходить изменения подозрения упадут на нас так что давайте поторопимся к тому же вы новенький она вас еще не знают соглашусь идем вы стали собрать бутылки пакет направить в сторону вот сюрприз о подождите алис кто в том доме справа живет 7 откуда мне знать меня с ульянкой поселить среди мелких я тут только наших знаю жаль ладно идем дальше 5 этот седьмой домик кажется она тут не буду не будем проверять оставим пакет с ним пакета входа и уходит а еще громче нельзя было уходим ладно никого на обед опоздали сильнее столового почти вся забита сейчас уже никого так после обеда уборка территории поэтому все так долго сидели тем с ней опознаешь на уборку тем больше за тебя уберут другие а после ужина ничего такого не планируется нет свободное время делаем что хотим повторюсь инструкцию вожатая которая дала на обеде мы сели за дальний столик и принес за поедание ужин должен отметить что кормят тут очень хорошо школе питался ну короче школе питался херней почти в счет 10 минут мы закончили прием пищи на прайск выходу и дальше планы ну у меня лично сейчас планы закончить ролик всем спасибо за просмотр ребятки мне мод понравился как вам не знаю пишите в комментариях в общем такой прикольный мод всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ждите новых видео всем пока о и и и и и и и и